Футбольные истории. Макс Юрбини. Перевод с французского А. Ангелевича. Москва. Молодая гвардия. 1973 год. Предисловие к русскому изданию. Мечтой о больших вершинах в спорте меня заразила книга. Как сейчас, помню, то далекое время. Отец пришел с завода и принес повесть «Льва Косиля. Вратарь республики». На следующий день мы с братом не пошли в школу. Спрятавшись в саду и аккуратно расчленив томик, с упоением читали о волнующих спортивных подвигах, о неустрашимых черных буйволах и победе над ними. Вместе с нами читал книгу и наш одноклассник Леня Иванов. Когда была проглочена последняя страница, он крикнул «Вот это люди! Ребята, пошли играть в Кандидова!» И мы играли в него, мечтая о гордой славе, непревзойденном мастерстве и великой силе знаменитого вратаря. И по-иному уже виделись наши детские игры, и жажда хоть чуть-чуть приблизиться к своим кумирам заставляла нас забывать про беззаботность и, еще стесняясь своей серьезности, скрупулезно работать над техникой или шлифовать каждый прием, каждый удар. Прошли годы. Мой товарищ Леня стал выдающимся мастером, вратарем национальной сборной СССР, и мальчишки в нашем родном городке Сестрорецке, а также во всех других городах и селах страны, играли теперь в Иваново. Летом 1952 года вместе с Леней в составе Олимпийской команды СССР мы ехали в финский город Котка, где нам предстоял матч со сборной Болгарии. В купе было шумно, но Иванов ни на что не обращал внимания. Он весь был поглощен чтением. — Чем это ты там увлекся? — Да вот, — он смущенно протянул изрядно помятый томик. — Эл Кассиль, вратарь республики, — прочел я. Он не расставался с мечтой нашего детства, и цель, избранная после чтения повести, была еще где-то там, впереди. Эту историю я вспомнил, прочитав любезно предоставленную мне издательством «Молодая гвардия» рукопись книги журналиста Макса Юрбини «Футбольные истории» с предисловием одного из самых выдающихся форвардов за всю историю футбола Жуста Фонтена. Мне тоже предложили написать предисловие к русскому переводу. Ну что ж, нужно так нужно, я стал читать. И, честно говоря, не смог оторваться, так и проглотил рукопись за одно воскресенье. Чем же она взволновала меня? Что в ней особенного? Книга Юрбини – увлекательное и очень приятное путешествие в сказочный мир футбола, в мир, где разные люди по-разному любят эту игру и демонстрируют одинаковую верность ей. Страницы футбольных историй захватывают своей искренностью, их написал человек, который знает спорт изнутри во всех измерениях, у которого он в сердце раз и навсегда. Объективным Юрбини остается и в ряде материалов, которые, хотел этого автора или нет, служат наглядные иллюстрации мира буржуазного спорта. Это зарисовка о пеле, где знаменитый форвард рекламирует в Париже кофе одной из бразильских компаний. Это новелла Габби «Король подножки», в которой читатель встречается с откровенным шантажом, с угрозой Бенезеша, игрока французской Тулузы, переломать ноги знаменитому Зего из Реймса. Этот рассказ – футболист по-гречески, в котором читатель увидит законченного будущего карателя и убийцу, и эти достоинства воспитал в нем греческий футбол. Читая эту книгу, я подумал о людях, которым она достанется, и немножко позавидовал им. Им еще предстоит радость, знакомство с этой футбольной исповедью. Наверное, среди будущих читателей книги Макса Юрбини будет больше всего ребят. Уверен, когда они закроют последнюю страницу, то будут знать и любить футбол гораздо больше и лучше того, чем знали и любили его до встречи с Максом Юрбини. Одним словом, перед нами увлекательная, полезная книга. В. Бобров, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok